Не просто сохранить, а многократно приумножить духовное богатство народа. Сегодня в Минске президент Александр Лукашенко вручил премии за духовное возрождение и специальные премии деятелям культуры и искусства. Среди 15 лауреатов врачи и священнослужители, родители семейного детского дома и те, кто достиг высокого мастерства на творческой ниве. Глава государства отметил, что тема духовности приобретает сейчас особую актуальность. И завтрашний день страны напрямую зависит от того, какие идеалы утверждаются сегодня. Во Дворце Республики работает съемочная группа СТВ. И сейчас на прямой связи со студией наш специальный корреспондент Наталья Бреус. Наталья, добрый вечер. Мы ждем от вас подробностей. Юля, добрый вечер. Вот сейчас холл Дворца Республики пустует. Все люди собрались в зале. Все в самом разгаре. Здесь собралась творческая, духовная, политическая элита страны. Впрочем, как всегда в эти рождественские дни, мне кажется, что именно благодаря атмосфере одного из главных христианских праздников, а она всегда какая-то возвышенная и особенная, вот нет в зале этого духа официальности, а скорее ощущение теплого семейного торжества. С конца 90-х Александр Лукашенко ежегодно лично вручает премии за духовное возрождение и спецпремия своего имени. Рядом с ним всегда митрополит Филарет. И вот сегодня, открывая церемонию, Александр Лукашенко душевно и тепло поздравил всех с Рождеством. Ну а как человек государственный заметил, что в стране не жалеют денег на образование, культуру и науку. И у нас есть возможность послушать фрагмент его выступления. Сейчас, на изломе веков и тысячелетий, национальная культура приобретает все большую политическую силу и значение, как надежный гарант сохранения идентичности и самобытности народа. Ценнейшее конкурентное преимущество в условиях глобализации. Мы рассматриваем ее, как стратегический ресурс страны, краеугольный камень нашей независимости, без которого не может быть суверенного и процветающего государства. Главный принцип культурной политики – не просто сохранить, а многократно приумножить духовное богатство нашего народа. Мы возрождаем памятники прошлого, такие как Мирский замок, Несвирский дворец, Брестская крепость, создаем новые шедевры – Национальную библиотеку, Минск-Арена, мемориал на Буйнишском поле, храм-памятник в честь всех святых и другие масштабные сооружения, достойные стать визитной карточкой эпохи. Мы бережем творческие традиции, развиваем художественные школы и открываем новые звездные имена. Среди лауреатов премии самые разные люди – это священнослужители, медики-реабилитологи, воспитатели, издатели, артисты, ремесленники, художники, музыканты. Всех их объединяет одно – они сделали нечто значительное в культурной или духовной жизни страны. Нужно сказать, что отбор жесткий достаточно, и случайных людей среди лауреатов нет. И интересно то, что среди номинантов нет людей, известных широкой общественности. Вот таких наберется максимум 2-3 человека. В основном награжденцы – люди немедийные, но их ежедневный труд был замечен на самом высоком уровне. Так, высокую награду, премию за духовное возрождение, получили, например, родители-воспитатели детского дома семейного типа из Бобруйска, семья Сенцовых, а также архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. Такую премию получила и гумене Евдокия. Она настоятельница Спаса Ефросиньевского женского монастыря. Премию за духовное возрождение вручили коллективу Гомельского областного детского центра медицинской реабилитации «Живица», а также коллективу издательства «Белорусская энциклопедия». Имена обладателя уже специальной премии президента Беларуси тоже известны. Это кинорежиссер Александр Ефремов, это художник Василий Сумарев, Татьяна Власова, она директор Гомельской библиотечной системы. Среди получивших спецпремий целые творческие коллективы, например, любительский ансамбль белорусской песни «Терница», Могилевская областная филармония, Ганцевический дом ремесел, а также Гомельский областной музей военной славы, любительский цирк «Юность» из Новополоска и обрядовый коллектив «Цари» из Копольского района. Но вот еще до начала торжества лауреаты не скупились на эмоции и добрые слова. Нужно сказать, что многие и не ожидали такого высокого признания, и вот что они нам рассказали. Это очень важно и почетно. Как-то даже неожиданно. Мы не ожидали, что нашу работу так высоко оценят. Ну и вся деревня благодарит за такое внимание к нашим обрядам, обычаям. В медицине не только высокие технологии возвращают людям надежду, но сострадание, человеческую часть, любовь. Наш коллектив и заслужил, наверное, эту премию, что мы не только выполняем свой профессиональный долг, мы любим своих пациентов. Премия за духовное возрождение, она имеет значимость не только для меня и для моей структуры, которую я возглавляю. Она имеет значимость для всей страны, для каждого. Ибо это идея добра, идея милосердия, идея патриотизма, идея созидания. И все мы должны не только трудиться, я бы сказал бороться за это духовное возрождение. После церемонии награждения никто не расходился, вечер продолжается еще до сих пор праздничным концертом. Ну а мне, Юля, в этой атмосфере светлого праздника подумалось все-таки о том, что Рождество, ведь это не просто праздник, а многовековая традиция. Наверное, примечательно, что именно в эти дни Беларусь формирует свои традиции маленького, но суверенного государства замечать в эти дни дела духовные. Они не такие явные, как экономические показатели, возможно, как работа некоторых предприятий или труд производственников. Но от этого, конечно же, не менее важно. Ведь эти люди, которые получили сегодня награды, и те, кто получил их ранее, ведь они помогают нам не забывать, для чего мы живем и работаем.